Это французская дубовая бочка. В таких бочках наливается вино премьер-класса. Также наливается высококачественный спирт и после медичных получаются приемы. Компании каждый год участвуют в международных соревнованиях, владеющих более высокого награда. На сне наши награды, а остальные награды можете посмотреть в конце здания. Еще отличается бюджет. В европейской технологии делается в бельжмах, в цистернах, добавляется винной дрожжей, получаем полусладкие сухие вина, а в таких уже по грузинской технологии, вино по грузинской технологии делается в кувшинах и там уже не до конца. Компания Кромевина производит бренджи, чачу, негристая виномет, минеральная вода. По всей Грузии это первая компания, которая производит масло из виноградных косточек. Из 100 килограммов косточек выходит в 10 цвет масла, поэтому на экспорт не идет, а продается только в фирменных магазинах. Масло используется в косметике, разбавляется с шампунем, сливами, также в салатах. Но готовить уже к маслу не рекомендуется, потому что много витамин входит и потом уже теряет свойство, когда термообработаны. Камал. Впереди маленький музей, там разные сувениры, коррекционные петли есть и кувшины тоже. Например, это называется анти по-грузински, когда томата требует рога, значит, говорит важный тост, и надо полностью пить, потому что полного не можете поставить на стол, все разойдется. И это двухлитровый, бывают разные, только белое вино пьют, потому что красное поднимает гемоглубин. Берите кувшины, мы маленькие кувшины 5-литровые, а самые большие 6-ти тонн. Если кувшин маленький, используется это инструмент, называется сарцхин, это гора от вишни, считается антисептическим, так как очищают все, и потом уже выливают прязную воду с помощью хаппери. Если кувшина большая, внутри зарезает человек, потом уже, когда все готово, давят виноград, просаживают внутри, идет прожжение сашлыком, и когда вино готово, это использовали раньше в домашних условиях. Когда вино готово, использовали оршимок, это дипа дипа, которая растет в Западной Крымзии. И опускали внутри, здесь набирается вино, и отсюда уже можно вывезти. Сейчас уже помощи существуют, перекачивают. То, что внутри остается, это идет на чарджер, это самогонный аппарат. Бросают остатки, шморок, кусочки, осадок, потом уже становится на огонь, пар через трубами там переходит, там войти трубам, дистилет сойдет и уже капает чарджер. Можно два раза перегонять, получается покрепче и почище. Это называется сад снахидин, здесь раньше просадили виноград, старыми голыми ногами, там открываются отверстия и сок специальными трубами прямо по ушинах шелк. А сверху уже довольны лишь мы, чтобы начать прожжение. Бывали такие, что из целого дерева делали, но это собран из досточек. Сейчас уже не используется, здесь у нас спор винограда, такой пакет, когда туристы идут, собирают виноград и дают виноград. Здесь заканчивается туристическая зона, есть какие-то вопросы? Трубы здесь были, да. Для виноград? Для виноград. Вопрос, да. Ты сказал, что грузинские вины, когда они вот такие бутылки, это значит они сухие. Если продают сладкую, значит это точно не грузинская, да? Но наша компания так отвечает. А есть ли другие производители, как делать, не знаю. Понятно. Можете сфотографироваться, еще посмотрите и через 5 минут, пока я приготовлю стол. Хорошо. Новая компания apert в бутылке. Не Шеврер. Продолжение следует...